Отремонтированный дом культуры в Татарске открыл двери для участников многочисленных кружков самодеятельности. Хотя внешняя отделка еще идет, внутри уже созданы все условия и для школьников, у которых каникулы, и для взрослых. Сергей Толмачев оценил изменения. Каждый, кто работает с акустикой, знает, насколько важна звукоизоляция. Раньше использовали кустарные методы. Стены обклеивали упаковками из-под яиц. Сейчас, как человек, который каждый день работает со звуком, могу сказать, что здесь все сделано вполне профессионально. И студию здесь тоже собираются сделать профессионально, для того, чтобы можно было записывать треки. Сейчас в Дакаре репетируют две группы. Взрослая ночная смена и детская папины дочки. Уже лауреаты многих музыкальных конкурсов. А концерты можно проводить уже сейчас. Звукорежиссер Владимир Бахман микшерный пульт освоил самостоятельно, но собирается учиться по этой специальности, по целевому набору, без отрыва от производства. У меня, то есть, два заведения. Вот еще пока думаю, какой из них поступать. Сейчас здесь думают о создании любительского театра. А пока в здании уже есть 14 кружков по интересам. В этом школьники развивают математическое мышление с помощью необычной карточной игры. Вместо королей и валетов – числа. Если нет карточек, надо забрать одну колоду, вот этот вот один ряд, и положить свою карту, например, шесть. Если есть, то вот так вот кладешь и ждешь. А кто побеждает? У кого меньше всего очков. Этот ДК несколько лет пребывал в заброшенном состоянии. Денег хватало только на косметический ремонт, а сейчас – капитальный. Было направлено письмо губернатору от жителей. Он к нам приехал в 2019 году, посмотрел и выделил средства. И вот частично сначала кровля, потом окна. И вот уже в 2021 году было выделено 30 миллионов на полный капитальный ремонт здания. Заменили все – от пола до проводки. В проекте учли конструктивные особенности. У этого здания уникальная история. В 1936-м его строили как депо. Вот прямо здесь ремонтировали вагоны. Потом была котельная, во время войны церковь. И только с 60-х годов здесь появился первый клуб. Сейчас вокруг проводят благоустройство, и боковые фасады осталось докрасить. Торжественное открытие в августе. А уже осенью, возможно, и первые театральные постановки. Сергей Толмачев, Дмитрий Злобин, Юрий Докучаев. Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова